Дорньер Дуэ-29 – это экспериментальный немецкий самолет укороченного взлета и посадки, УВП. Летательный аппарат был построен с широким использованием конструктивных элементов и деталей легкого транспортного самолета Дуэ-27. Для сокращения длины пробега при взлете пропеллеры экспериментальной машины могли поворачиваться вниз на угол до 90 градусов. Первый полет необычного самолета состоялся в декабре 1958 года, при этом самолет так и не пошел в серию. Всего в ФРГ было построено два летных экземпляра данной экспериментальной машины. Авиастроительная компания Дорньер была основана в Германии еще в 1914 году немецким авиаконструктором Клаудисом Дорнье. Прославилась компания производством летающих лодок и различных бомбардировщиков для Люфтваффе. После завершения Второй мировой войны компания занималась выпуском самолетов для частного пользования, вновь возобновив свою деятельность в 1949 году в Испании. Одной из удачных послевоенных разработок компании по праву считался легкий многоцелевой самолет ДОА-27, который серийно производился с 1956 по 1965 год, всего было выпущено 628 самолетов данного типа. ДОА-27 представлял собой цельнометаллический высокоплан, который мог взять на борт до 6 человек, 1-2 члена экипажа и 4-5 пассажиров, или до 650 килограмма различных грузов, в зависимости от модификации. Еще в годы Второй мировой войны Генрих Фокки высказал идею о том, что использование поворотных толкающих винтов с целью увеличения подъемной силы поможет создать самолет короткого взлета и посадки. Реализовать эту концепцию на практике помешала война. Однако уже в 1950-е годы в связи с высоким интересом к идее создания самолета укороченного взлета и посадки немецкие военные вернулись к идее, высказанной Генрихом Фокки. Учитывая богатый опыт компании Дорньер в создании самолетов самого различного назначения, нет ничего удивительного в том, что Министерство обороны ФРГ поручило именно этой компании в тесном сотрудничестве с немецким исследовательским центром воздухоплавания работать над экспериментальным самолетом с укороченным взлетом и посадкой. В рамках реализации данной программы в Германии в конце 1950-х годов было построено два летных образцы самолета, получившего обозначение «ДО-29». Машины получили по два поршневых двигателя «Лыча Минга-480», оснащенных толкающими винтами «Ардзел», вращающимися в противоположных направлениях. Самолет создавался для решения вполне определенного круга задач. Его основным предназначением должно было стать всесторонние исследования проблем, которые были связаны с коротким разбегом и пробегом в момент взлета и посадки самолета. В будущем предполагалось спроектировать подобный универсальный самолет, который можно было бы запустить в серийное производство и использовать в военной и гражданской авиации, в том числе с неподготовленных взлетно-посадочных полос. Внешне «ДО-29» очень сильно походил на многоцелевой «ДО-27», от которого он успешно перенял около 70% серийных деталей. Однако в отличие от последнего фюзеляж самолета «ДО-29» получил полностью новую закрытую стеклянными панелями кабину, более прочные элементы конструкции за несущими плоскостями и катапультируемые сидения для пилотов. Несущие плоскости при этом во многом были заимствованы «ДО-27», однако за счет вставки в центроплан дополнительной секции длиной 1,2 метра размах крыла самолета вырос до 13,2 метра. Хвостовое оперение самолета в целом также было заимствовано «ДО-27», а руль направление увеличился в размерах примерно на треть. Шасси новинки также было усилено и прикреплено к фюзеляжу. Силовая установка экспериментального самолета включала в свой состав два поршневых авиадвигателя, выпускавшихся компанией «Лычеминг», и впервые испытанную именно на самолете «ДО-29» систему повтора «Мотогондол» относительно вертикальной плоскости. К тому моменту фирма «Дорниер» уже обладала некоторым опытом в проектировании таких систем. Здесь можно вспомнить об элегантной модели «ДО-26». У этого самолета двигатели могли перемещаться относительно вертикальной оси вместе с удлиненными приводными валами. При разработке самолета «ДО-29» его создатели приняли решение идти по другому пути. В экспериментальной машине лишь задняя часть силовой установки была доработана так, что позволяло легко перемещать толкающие воздушные винты большего диаметра относительно вертикальной оси на угол до 90 градусов. По какой-то причине на самолете были установлены именно поршневые авиационные двигатели, хотя турбовентиляторные моторы благодаря более простой системе охлаждения и меньшему весу смотрелись бы гораздо предпочтительнее. Оба поршневых двигателя и экспериментальные машины были соединены между собой при помощи трех поперечных приводных валов, благодаря этому удалось добиться синхронизации в работе толкающих воздушных винтов с противоположным вращением. В случае, если из строя по какой-то причине выходил один из двигателей, второй за счет перестановки угла лопастей воздушного винта должен был позволить сохранить до 70% общей тяги силовой установки самолета. Внешне «Доя-29» был не самым красивым самолетом, хотя это, конечно, дело вкуса. Что не помешало ему получить ряд положительных функций, среди которых были сравнительно небольшие размеры. При создании данного проекта конструкторы-самолеты исходили из соображения о том, что их машина с укороченными взлетами и посадкой, а также с неподвижно установленным крылом может быть собрана двумя способами, каждый из способов предусматривал небольшую удельную нагрузку на несущие поверхности. 1. Использование тянущих воздушных винтов с изменением потока воздуха, который отбрасывался от винтов с помощью разделенных на отдельные элементы закрылков. 2. Использование оттолкающих воздушных винтов и управление направлением потока воздуха от винтов с помощью регулировки положения воздушных винтов, а также перемещения воздушных винтов относительно вертикальной плоскости. При совершении полетов на малых скоростях второй вариант оказался предпочтительней, это показывали и испытания в аэродинамической трубе, причиной была большая развиваемая вертикальная тяга. Именно второй вариант был выбран при постройке летных образцов экспериментального самолета ДО-29. После достаточно большого количества предварительных испытаний и исследований, в Дорниер наконец-то приступили к строительству летного образца. Тогда же в немецкой прессе появилась информация о том, что крейсерская скорость самолета будет доходить до 290 км в час, а минимальная – 25 км в час. Если эти данные были верны, то реализованная величина диапазона скоростей, отношение максимальной и минимальной скорости, равное 12 означало, что конструкторам самолета удалось получить очень высокий для того уровня развития техники и времени технические характеристики. 21 декабря 1958 года летающий прототип самолета ДО-29 с укороченными взлетами и посадкой совершил свой первый полет. Машину поднял в небо летчик-испытатель компании Дорниер Хейнрих Шаффер, Эйнрич Шаффер. Проведенные летные испытания продемонстрировали, что заявления в немецкой прессе были достаточно оптимистичными. Хотя новый самолет обладал хорошей устойчивостью во время полета и прилично управлялся на разных режимах полета, включая критические режимы, однако его крейсерская скорость составляла не первоначально заявленные 290 км в час, а всего около 230 км в час. Так произошло и с минимально допустимой скоростью полета, которая оказалась верна не первоначально озвученным 25 км в час, а примерно 70 км в час. Помимо этого во время летных испытаний были выявлены некоторые проблемы с синхронизацией поворотной системы приводных валов. Отмечались и другие неполадки. Но несмотря на ряд выявленных в ходе испытаний недочитов, в целом успешный Доа-29 мог открыть для компании Дорниер новое достаточно широкое поле деятельности. Хотя Доа-29 было далеко не лучшим самолетом мира своих лет, он вполне справился с ролью испытательного стенда с достаточно хорошими летными данными. Часть достигнутых в ходе его испытаний результатов говорит о том, что при продолжении данной программы немецкие конструкторы могли бы добиться некоторого роста крейсерской скорости полета в сравнении с той, что была продемонстрирована в ходе испытаний, и что благодаря дополнительной доработке системы управления можно было бы добиться лучшей управляемости самолета на небольших скоростях полета. Однако до этого так и не дошло, как и в случае с другими проектами немецкой послевоенной индустрии. Программа создания самолета с укороченным взлетом и посадкой была прекращена. Это произошло еще до того, как конструкторы смогли внести какие-то существенные улучшения в свой самолет. Всего в Германии было собрано два летных экземпляра самолета Доа-29, эти машины были полностью достроены и облетаны в ходе испытаний. Еще один самолет данного типа был частично собран, но не достроен, он так никогда и не был зарегистрирован. Сегодня все желающие могут увидеть самолет Доа-29 своими глазами. Один из экземпляров данной машины хранится в Фредрикс-Хофене в авиационном музее компании Доа-29. Субтитры создавал DimaTorzok